Я очень часто бываю в разных странах и очень часто встречаюсь с нашими соотечественниками, с людьми, которые давным-давно уехали. Мне запомнили встречи в Германии, потому что многие люди тогда не могли найти ответа на некоторые вопросы. Я очень часто много разговаривали о своих судьбах, о том, что и почему, и как, и зачем случилось так, что люди остались без песенной культуры России, без романса, без всего того, что так привычно, так дорого и так мило каждому человеку, который родился на российской земле. Я счастлива, что я занимаюсь жанром необыкновенным, что этот жанр соединяет в себе, я считаю, очень гармонично и вокал, и актерское мастерство, и умение внести в песню чисто индивидуальный момент. Если человек хочет петь, он должен знать, для чего он хочет петь. Потому что и птицы поют, правда? Но птицы поют на языке нам всем известном, и от этого становится радостно, от этого щебетания, от этого воркования, и от всех тех звуков, которые издает мир природы. Что же такое мир человека? Он тоже всегда хочет петь. И всегда хочет, чтобы его сердце, его пение, его чувства были услышаны. Потому что человек поет не для себя, а человек поет для других, таких же людей, как он. И это выражено в разных жанрах. Это выражено в эстрадном жанре, у нас называется эстрадный жанр, во Франции это называется жанр шансона. Но существует так называемая глубочайшая культура народов, которая организует вот этот вот самый народный пласт, народные песни. И я знаю, что во всех странах мира более всего и надежнее всего, и в материальном плане, и в психологическом плане, выживает тот человек, который несет культуру своей страны. Это очень важно, нести культуру страны, где ты родился, и где тебе все дорого и все любо. В России очень интересные песни, и особенно интересен жанр, который называется романсом. Потому что единственная страна, в которой этот жанр родился, благодаря дворянству, благодаря той культуре 19-го золотого века, когда все умели сочинять стихи, и все, конечно, умели играть на инструменте, и все умели петь, и друг перед другом, как правило, на полах показывали свое искусство. От этого рождается очень интересный гибрид, сплав дворянской культуры и народного творчества. Что такое русская песня? Я вам сейчас стараюсь объяснить, откуда произошли вот эти вот корни романсовой культуры. Они, конечно, произошли не только от дворянства, но и от высоких, прекрасных, талантливых голосов России, которым владеют крестьяне. Если вы вспомните и знаете такую певицу, как Анастасия Вяльцева, как Надежда Плевицкая, то Надежда Плевицкая родилась в Курской области, где очень много соловьев, курские соловьи знаменитые. А она и пела, как соловей. И у нас в этой самой русской народной песне есть три столпа, которые я считаю, но это мое мнение, может быть, кто-то с этим и не согласится, а может быть, кто-то счастливо продолжит этот список людей, певцов, мастеров, которые, безусловно, в России есть, были и будут. Надежда Плевицкая, Вяльцева – это один пласт культуры. Потом появилась Лидия Русланова, которая несла истинную русскую песню. Все они были крестьянками, все они были из простых людей, из простых семей. И все они обладали прекрасными голосами, чувством изысканного вкуса и удивительной музыкальности. И, конечно, это наша незабываемая, ушедшая от нас недавно, Людмила Георгиевна Зыкина. Три певицы, которые несли вот это вот русское слово народу. И, как известно, Надежда Плевицкая пела для царской семьи, потому что ее очень часто вызывали в себе семьи царской фамилии петь на балах и петь в гостинах музыкальных, где она пела русские песни. Потому что каждая русская душа, будь то царская душа или обыкновенная, все жаждали слушать свои песни, которые произошли древненно, генно из нашей семьи. Но при этом было такое удивительное сочетание, когда Надежда Плевицкая пела песню, был вызван Сергей Васильевич Рахманинов, пианист, композитор, который аккомпанировал ей. И написал для нее колыбельную и аккомпанировал два высочайших профессионала из разных каст, из разных классов, объединенные одной, одним радостным сочетанием слова музыка, слово искусство, которому они служили и которому они доставляли удовольствие всем тем, кто их слушал. Разные голоса, разные таланты, разные диапазоны, разные чувства. Вот что воспевает культура нашей русской народной песни и, соответственно, романса, о котором я говорила. Я не знаю, к чему вы больше расположены, к русской песне или к романсу, но если хотите знать мое мнение, это одно и то же. Одно другое дополняет. И у нас, я работаю в так называемом эстрадном, как говорят многие люди про тех, кто работает и поет песню актерскую, жанровую, городскую. Они говорят, это очень легкий жанр. Он называют легким жанром. Это же не опера, говорят. Вот в опере, там человек встает и поет ариоза или арию, ему нужны и дыхания, нужен голос, нужна позиция, он, нужно мастерство. Но такое же мастерство и такое же дыхание, и такая же позиция абсолютно так же нужна и в нашем очень нелегком жанре. А очень часто так бывает, что человек недоволен. И если думать о том, что все профессионалы довольны тем, что они делают, это абсолютно неправильно. Потому что после каждого концерта, после каждого выступления, ты сама себе задаешь вопрос, что ты сделал сегодня не так? Как у тебя сегодня звучала эта нота? Или этот вводный звук? Или эта интонация? Где ты был искренен, а где ты сфальшивил? Вот этот вопрос надо всегда себе уметь задавать. То есть, мой всегда призыв. Певец не должен любоваться своим голосом. Певец не должен любоваться собой и говорить, ох, как у меня сегодня звучит. Певец прежде всего должен находить в себе отрицательные, невыполнимые ноты, задачи. И только тогда, выполнив их, проработав их, переспав с ними, может быть, отчаявшись иногда, а может быть, удивленно про себя подумав, а ведь я с этим справился. И теперь я могу это делать совершенно свободно и легко, благодаря упражнениям вокальным, которые я успешно провела. И, наверное, вот в этом вся суть работы над собой. Второе правило. Ты всегда должен быть наполненным чувством. Ты должен всегда знать, что ты сейчас будешь делать, что ты будешь говорить людям, как ты будешь с ними общаться, нужно ли твое искусство этим людям, которые тебя слушают. Вот это самое важное. С каким наполнением ты выходишь на сцену. Если у тебя наполнено сердце, душа, любовью к людям, а не красованием своим голосом, и своей внешностью, и своим костюмом, и так далее, то успех тебе, конечно же, обеспечен. Потому что все в жизни должно быть естественно. Потому что все нужно успевать делать, наверное, красиво. И если браться за вокальное пение, то это одна из самых красивых сторон нашей жизни, особенно для тех людей, которые владеют голосом, которые умеют преподать песни. Микал Теревердиев всегда мне говорил, «Валечка, никогда не кричи, и никогда не пой громко». Громкое пение меньше доходит до людей, чем тишина, чем благослучие звуков, которые ты издаешь, чем нюанс пиано. Пиано больше всегда доходит до людей, чем форты. И еще он мне говорил одно правило. Резачем выпустить произведение, чтобы оно полетело, как птица в сердца людей, надо выучить стихи наизусть. То есть ты выучиваешь стихи наизусть, проникая в их поэтическую сущность, проникая в то, что хотел сказать поэт, тогда тебе легче будет справиться и с музыкой, и с сюжетом песни, и с так называемыми нюансами, кульминацией, динамикой и всем тем, что мы называем культурой вокала. И драматургия песни. Какую бы простую песню вы ни взяли, у нее всегда должна быть драматургия. И вы должны для себя, прежде чем выучить эту песню и показать ее не спонтанно, а со знанием дела, со смыслом, и должны прежде всего проанализировать, о чем она, что хотел сказать автор этой песни, где ее кульминация, где ее вершина, где можно дать послабление, а где можно дать и звук. Если, как говорил Шаляпин, почему Шаляпин был известнейшим певцом? Потому что он прекрасно владел вокальной техникой. У него не был огромный, сильный, у него не было огромного сильного голоса. И когда читаешь воспоминания Шаляпина, ты понимаешь, что ты сталкиваешься с необыкновенной человеческой личностью, актерской, музыканской. и умением психологически подойти к песне, к аре, к риозе, к романсу, к духовной музыке. Ведь Шаляпин пел все. И когда ты понимаешь, что оказывается в одной фразе тысячи нюансов и тысячи оттенков, которые ты можешь спеть так, эдак, и надо это пробовать. И пробовать это надо на репетициях, в себе, в себе. Ты должен для себя найти тысячи вариантов того или иного звучания фразы, песни. У меня такой же сигнал по телефону. Я думаю, ты мне звонишь. Да, я хотела бы подойти, уже было. Вот. Поэтому вот над этим надо, конечно же, каждый раз думать. и каждый раз разрабатывать план того произведения, которое вы взяли. Не сразу давайте выучим, давайте я буду петь. И вообще мне надоело репетировать, давайте лучше попеть весь романс, там, или все сочинение. Да, вы его выучите, но оно не будет доходить до людей. А зачем вы тогда выучили? Зачем вы тогда взялись за это произведение? Зачем вы вообще выходите на сцену? Сцена – это огромное таинство. И она не допускает презрительного, недоброго, небрежного отношения к ней. Сцена – это огромное таинство. И она не допускает презрительного, недоброго, небрежного отношения к ней. Сцена — это те подмостки, которым ты после концерта должен поклониться и сказать спасибо тебе, сцена, за то, что сегодня здесь сидели в зале люди, тебя слушали, аплодировали, что остался тот самый дух человеческих сердец, который остались неравнодушно к твоей музыке, к твоему пению. Спасибо тебе, сцена, за то, что ты выдержала все мои промахи, все мое отчаяние, все мое неестественное, равнодушное и так далее. Спасибо тебе также за то, что ты мне дала познать радость объединения с людьми. Вот эта радость объединения с людьми, она должна быть всегда на каждом твоем выступлении. Иначе все бесполезно, поверьте мне. Вы будете холодным сердцем, и к вам будут холодным сердцем, если не будет этого единения душ. Потому что прежде всего наполненность духовная, душевная, должна схватить в каждом вашем нерве, в каждой интонации, в каждой вашей мысли, с которой вы вышли на сцену. И это, наверное, самое главное. И особенно, конечно, надо прислушиваться к тем учителям, педагогам, которые существуют у каждого певца. И, наверное, у вас тоже есть свои педагоги, да? Вы же не самостоятельно занимаетесь? Большинство. Большинство самостоятельно? Мы одиночки. Одиночки. Мало кто умеет научить эстрадную пению. Так, хорошо. А какие у вас есть вопросы по эстрад... Да, вы правы. Мало кто может научить эстрадному пению. И вообще, что такое эстрадное пение, эстрадная песня? Нет эстрадного пения. Есть просто вот голос, которым ты владеешь или не владеешь. Есть голос, который приятен людям или не приятен. Есть тембр, который отличает вас от другого певца. Есть мысль, которую вы вкладываете в песни и произведения. И эта мысль должна стрелой доскочить до любого сердца зрителя, который сидит и в первом, и в последнем рядах. Эстрадная пение — это жанр очень сложный. Сравнивать его с кем-то и с чем-то я, например, не могу. Потому что я сама отдала 43 года, ну, с 10 лет, считая пению, сколько я отдала? Много лет? Полвека. Да? Но у меня до сих пор вопросы, когда ко мне попадает песня. Первый вопрос. А должен ли я ее петь? Моя эта песня или не моя? Если эта песня тебя затронула и какую-то струночку твоей души привело в волнение, и когда ты начинаешь о ней думать, когда ты не спишь ночами, и она опять тебе приходит на ум, эта песня твоя. У меня так было со стихами Леонида Кретова из этой песни, которая называется «Запоздалая песня». Жила на свете птица синяя, Росли у синей птицы сыновья, Такие же, как мать, красивые. И радовалась птица синяя, И в лютые метели грела их, И ласковые песни пела им, Чего она для них не делала, Пока совсем не стала белой. И вот они, большие, сильные, Взмазнули на прощание крыльями И скрылись. Утру Задали, Оставив мать с ее печалью. С тех пор прошло немало долгих лет, Давно уже на свете мамы нет, Но часто над седой лосиною Кружатся с криком птицы синие, Опомнились, вернулись к старости. И песни поздней благодарности Холодными ветрами осени К родимому гнезду доносятся. Приезжая в Америку, Или в Германию, Или в Австралию, Я всегда пою эту песню, Потому что она проникла в меня, Как только я прочитала ее стихи, Как только в нее подарили авторы. И надо очень здорово уметь Отличать, что такое легкая, А что такое тяжелая песня. Иногда бывает такая мысль, Песня металлическая, И неуютная, суровая, Которая тебе не очень приятна. Никогда не берите такой песне, Которая вам не приятна. Никогда, когда вы читаете поэзию, Не читайте пустых стихов. И если вам что-то очень понравилось, Сразу запишите себе этот блокнот, Сразу отметьте, И сразу помните страничку, Потому что человек имеет свойство Все забывать. И память его настолько уплывает, Ускользает на совершенно другие вещи. Вот это главное остается в стороне, А вы о нем забыли. Потом вдруг вспомнили, А где это находится? Где этот сборник? Стали искать по квартире, В библиотеках, а его нет. А тут у нас блокнотик, В котором все записано. И вот каждое такое очаровательное украшение, Потому что песня это как украшение, Ну как драгоценность какая-то. Это удивительный бриллиант. Иногда песни бывают светящим, Сверкающим бриллиантом. Вот это нельзя упускать. Это надо сразу брать на вооружение. И сразу класть в свой багаж песенный, Потому что потом это вам очень-очень пригодится. Я могу рассказать о том, На чем я сейчас работаю. Что я делаю. Вам интересно? Если интересно, я вам могу сказать. Если мне интересно, сразу говорите. Нам не интересно вообще? Ухажьте. Секреты, а в чем все? В чем? В какой фразе? В какой мысли? Что вы считаете, Что вам помогло на выступлении? К примеру, перед выступлением, Если вы очень нервничаете, Как вы себя успокоите? Есть ли очень нервничать? Вы знаете, Я просто твердо знаю, Что каждый человек, Который уходит на сцену, Прежде всего волнуется. Потому что с этим волнением Справиться совершенно Иной раз и невозможен. У меня такое волнение было с детства. Я поступала в хор Дунаевского, Семеновича Дунаевского, Где пробила 10 лет. Да, вопрос там. Да, конечно. Я прошу. У меня два вопроса. Первое. Вот юная девушка на цепенье. Разные рекомендации Волнения микрофона. Один говорит прямо Вот держи, вот держи так. Другой 3 сантиметра. Третий 10. Один утверждает только 10. Потому что ты забиваешь динамик. Это первое. Второй вопрос. Вот тогда зажата теофраза, Гордань, язык. Есть у вас какие-то рекомендации По поводу упражнений, В какой ситуации? Эстрадный певец, Тот, который работает с песней, Это прежде всего работа с микрофоном. Почему? Потому что вухалист может выйти, Спеть все без микрофона, И на опоре выдать И все слышно. А эстрадный певец должен перерасти к микрофону, Для того, чтобы это часть, Было частью его существования на сцене. Он не должен на нем прежде всего думать. Потому что ты когда начинаешь думать, Три сантиметра, пять или десять, Вы понимаете, что с песней? Ничего. Пустота. Это все равно, как один человек С бородой Лег спать. И вдруг ему вопрос сверху, А как я, Как ты кладешь бороду? Под одеяло или на одеяло? Вот так вот он Всю ночь промучился, На утро умер. Как мне его сообразить? Как вы уходите? Горо делали, Над одеялом, И туда, и сюда. Мы знаем. Вот так неудобно ему было. Так и микрофон. Он должен быть удобен. Это все. Это не должен думать о том, На каком-то расстоянии стоишь. Ты должен чувствовать, Когда оркестр Или панограмма минусовая Или там громко звучит, А голос тише. Или наоборот, Твой голос Закрывает, захлестывает Эту панограмму. Значит, ты должен со звукорежиссером Работать и сказать Сделайте, пожалуйста, Погромче микрофон, Уберите низкие частоты, Добавьте середины, Добавьте высоких частот, Добавьте чуть-чуть реверберации, Помогите мне в этом, в этом, И так далее. И тогда сам Микрофон тебе будет отвечать На все твои требования, Но ты им должен задать Звукорежиссеру И себе самому. Как ты должен стоять перед микрофоном, Потому что у тебя песня-то, Если песню правильно поешь, У нее же обязательно есть И громкие звуки, И тихие звуки. Когда громко человек поет, У него кульминация. Например, В песне Жени Мартынова «Над страной летели лебеди, Мир на густах, Мир на брестах, Над страной летели лебеди». Он должен громко, Не громко, А качественно, Музыкально Вспеть вот эту вот фразу. И, конечно, Он должен Отойти от микрофона. Микрофон сам тебе ответит. А потом, Допустим, Вот такая песня, Как Жила На свете Птица синяя, Росли у синей птицы Сновья. Здесь идет Речитативный рассказ. Когда идет Речитативный рассказ, Ты должен очень близко К микрофону подойти, Потому что Иначе тебя не будет Слышать, Иначе публика не поймет, Что ты хотел сказать. Вот это с микрофоном. Что касается упражнений, Есть упражнения, Можно сколько угодно И так дышать, И так по йогам дышать, И всяко, да. Но есть упражнение, Которое я сейчас Вам научу И покажу его. И вы его запомните, Оно вам очень В жизни пригодится. И даже перед выходом На сцену, Перед каждым занятием, Перед каждым распеванием. Как освободить Диафрагму, Как освободить Голосовой аппарат От напряжения. Это делается Путем Такого упражнения. Вы Берете руки Вот так За плечи, За локти, Да. Тем самым, Когда вы уже За локти Взяли руки, Вы приподняли Диафрагму, Вы приподняли Внутри Свои органы, Лёгкие, Они освободились. Что нам мешает Петь, Да. Загруженность Там, Вот внутренняя Загруженность Мы чувствуем Дискомфорт Какой-то Всё не так, Всё тяжело. И вот вы Взяли дыхание, Когда сделали Такое движение И взяли Диафрагмальное Дыхание. Но Это дыхание Должно быть Спокойным, Ровным, Неглубоким, Таким, Чтобы закружилась Голова Или Забилось сердце. Знаете, Иногда дышит Так, Вот так. Это неправильно. Когда певец Так дышит И слышно, Как он Через фразу Дышит. Это он Неправильно Берёт дыхание, Неправильно Значит, Будет спета Фраза. Дыхание Берётся, Только Через нос. Дыхание Берётся Такое, Как будто бы Самый пленительный Цветок Роза. Вот у вас Здесь И вы её Нюхаете. Вот сейчас Понюхайте Розу, Представьте, Что она есть И вы её Вдыхаете Её аромат. Вот так. Ой, Как хорошо. И Одновременно С этим движением Внимательно Просмотрите, Что делается У вас Внутри При этом Лёгком Дыхании С руками Поднятыми Когда вы Не ртом А носом Как лёгкое дуновение Берёте Берёте Дыхание Это Правильное Дыхание Потом Существует Ещё Слово Диафрагма Есть Так называемое Короткое Дыхание Которое Вы должны Перехватить Во время Фразы Если вам Не хватает Дыхания Вот Быстро Носом Опять же Наполняйте Звук Можете Проделать упражнение Четыре раза Носом Можете Больше Шесть И Шесть раз Восемь раз Обратно То есть Тренировать Дыхание Тренировать Диафрагму Это обязательно Нужно Вот эти упражнения Они в общем Считаются До восьми До двенадцати До двадцати Четырёх Прерывистое Дыхание Оно Нескончаемое Его можно брать Сколько Хочешь То есть У вас У вас Не хватит Вашей дороги Сколько раз Вы можете Это делать Но И тем самым Вы очищаете Мозг Даете Кислород Связку Даете Основу Диафрагмы И вот Эти упражнения Надо обязательно Делать Надо научиться Дышать А тем более Что вы Самостоятельно Занимаетесь Вот эти упражнения Они бесценны Для Того Чтобы человек Понимал Освободилась У него Диафрагма Капаю Здесь Зажато Или нет И когда Вы чувствуете Зажато Чувствуете Ну устал Я Уже устал Голос Вот эти упражнения Вам помогут Вновь Все наладить Отдохните Вообще От пени Надо отдыхать Да Нужно Уметь Отдыхать От пени И Переключать Свои мысли На совершенно Другие Нельзя Все время Заниматься Вокалом Гимнастикой Пождением Нельзя Податься Ни коньках Ну Отдыхать Посоветуйте Пожалуйста Иногда бывает Такое Что Ну Вообще Вот Шаляпин Даже Рекомендовал Обязательно Пить Гоголь Могу Это Желток Это Яйцо Взбивается С сахаром И Ничего Добавляется Тогда Немножко Немножко Да Мы Другой Стоит И Другой 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 Для меня Легко Мы Любим Песня У Меня Вопрос Так У Вас В большинстве Очень нежные Очень Красивые Песни Как Вы Вы Выбираете Или Вас Выбирает Нет Я Поняла Это Очень Хороший Вопрос Потому Что Некоторые Говорят Как Вам Как Вы Выбрали Песню А А вот Я считаю Два Момента Иногда Песня Тебя Выбирает И Если Допустим Композитор Заинтересовался Подовори Со мной Мама Композитор Выбрал Вас Да И Мой Милый Если Б Не Был Войны И Я Не Могу Иначе И Носики Кур Носики И 45 Б Я И Единственная Песня Которую Я Сама Выбрала Ну Не Единственная Конечно Я Ко Всем Песням Очень Внимательная И Даже Сурово Отношусь К Выбору Песен Это Русская Народная Песня Мы На Лодочке Котеля Золотисто Золотой Вот Мне Захотелось Петь Русскую Народную Песню Которую Пели Когда Тридцатые Годы Она Была Потом Неразрешена Закрыта Была И Последняя Певица Которая Пела Эта Песня Была Лидия Русланова До Этого И Вяльцева Пела Плевицкая Пели И так Далее У Лидии Руслановой Последний Раз То Мне Закрыли Эту Песню Потому Что Там Наверное Были Такие Слова Которые Может Были Читали Может Быть Летка Мысленными Я не знаю Тогда Цензура Была Какая Мы На лодочке Катались Золотисто Золотой Не гребли А целовались Не качая Брат Головой Лесо Говорят Дворо Говорят Растет Говорят Сосемка Жбольно Мне понравится Молоденький Мальчан Я спела Ее В 75 Году Песня Эта Обрела Новую Жизнь В стране Она Стала Вновь Популярной И Слава Богу Что Я ее Сделала Совсем Ну Как По-другому Например Я Велосин Коп Песня Это Ровная Она Торнолад Лодочки Батали Золотисто Золотой Не гребли А целовались Не качая Брат Головой В лесу Говорят Бару Бару Говорят Растел Говорят Сосенка Понравился Мне Дим Сы Молоденький Мальчан Мальчан Ну вот Это Это Вроде Как Но Есть Есть Разные Как бы Формулы Как я работала Над песней Куплет Не должен Повторяться Если Три Куплета В песне Вы По Разному Дадут Три Куплета Все Разные Должны Я работала С великим Пиаристом С Давидом Владимировичем Ашкиной 18 лет Я с ним Работала И мы С ним Очень Много Сделали 8 лет Пианистом Был у меня Игорь Крутой Да И мы С ним Тоже Очень Много Сделали И Пластинки И выходы Всяческих Интересных Песен И так далее Наш Кенадзе Был Незабываем Педагог Ну И Интуиция Тоже Подсказывать Должна Что Четыре Куплета Этой Песни Да Мы На лодочке Катались Надо По И Что Я Делаю И А Второй Куплет Третий Куплет Попегаю В Форме Вальса Тара Ли Ла 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 Мальчонка, Тино, Тино, Тино и четвертый куплет. Я, кажется, могла бы речитативом и вальсом, а нет, надо разнообразить песню. И что я выдумываю? Сингоп. Мальчонка, Где бы с миленьким встречал, Листа зеленая трава. Понимаете? Все, другая песня. Вот так вот надо работать. Вопрос. Мальчонки, сколько лет? Вопрос. Мальчонки, молоденькие, 32. Браво. Спойте. Я очень... А? Спойте. Что? Носки и курноски? Да. Семинор. Наконец-то полземли... Семинор. Семинор. Наконец-то полземли из лаза. Мне можете помогать. С легким слом. Семинор. Семинор. Наконец-то полземли из лаза. Семинор. Наконец-то полземли из лаза. Наконец-то полземли из лаза. Семинор. Наконец-то полземли из лаза. М Bazine. Семинор. 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 Ну что, если так без расписания Улезть срока рейсования в космос? Ну что, если так без расписания Улезть срока рейсования в космос? Просто бежевели уйти. Бьют часы устарыми ударами. На земле спокойно дети спят. Спят в мечтайные парни, Спят в мечтой дом и говорили, Верносят курносики садат. Спят в мечтайные парни, Спят в мечтой дом и говорили, Носики курносики садат. Носики курносики садат. Носики курносики садат. ...открыты по этим травам, По этому полю, И проводишь рукой по травам, И поешь Травы, 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 Ну вот и сделал. Я его провела, он закончил на пятерку, Молодец, на пятерку, И вышел на второй курс. Молодец. А потом я ему дала романс, который я пела в пластинке, не помню как он назывался, я уже сейчас не могу вспомнить. И там была какая-то фраза о старом человеке, о каком-то человеке, который в нашем времени нуждался в помощи. Он говорит, а что это такое? Я говорю, как? Ты что, не видел, что ли, нищих, которые просят подаяния? Ты не видел старых людей, которые сдают дети в дом престарелых? Ты что, не знаешь этих проблем? Он говорит, не знаю. Я говорю, тогда тебе нечему учиться. Когда у тебя нет в сердце жалости к людям, когда ты не можешь понять чужую боль и страдания, ты не имеешь права заниматься искусством. Ты не имеешь права выходить на сцену. И я сказал, до свидания, товарищи. Когда будешь готов, приходи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ла-ла-ла... В лесу, говорит бар, говорит, растет, говорит, сосенка, А в лесу мне дети, молоденький мальчонок. Тяну, плоту, тяну, тяну, и четвертый куплет. Я, кажется, могла бы и речитативом, и бальсом, а нет. Надо разнообразить песню, и что я выдумываю? Синкук, мальчонка, где мы с миленьким встречали, Весь там зеленая трава. Понимаете? Все, другая песня. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так вот надо работать.